В актовом зале развилковской школы собрались учащиеся как старшего, так и младшего возраста. Проводить такие мероприятия необходимо для всех, считает директор образовательного учреждения Татьяна Бондаренко. Ведь о войне должны помнить как можно больше людей. Это очень важно, потому что надо любить свою родину, защищать ее, жить на ней под чистым мирным небом, чтобы наши дети, у них было хорошее счастливое детство, они ценили эту победу, и чтобы никогда не допустили повторения такой страшной войны в истории нашего человечества, в истории нашей Родины. Ребятам повезло пообщаться с теми, кто видел войну своими глазами. С замиранием сердца они слушали рассказ очевидца тех событий ветерана войны Александра Александровича Ковальчука. Именно битву под Москвой он назвал переломным моментом Великой Отечественной. Это был только конец германской стратегии на молниеносную войну. Ну а победу уже определили последующие битвы. Сталинград на Курской дуге, форсирование Депра и прочее, прочее. Завершилось все дело в Берлине. Благодаря событиям под Москвой советские войска почувствовали, что они могут дать отпор фашистским захватчикам и поверили в свои силы. Это была первая победа нашей армии, которые, может быть, штампами развеяли миф о непобедимости. Ведь фашисты шли, вся Европа покорена, у нас громадные территории, жертвы большие. И они шли все. Махдрахоском называли. И вот это был первый переломный момент. Громадные жертвы, конечно. По количеству погибших солдат это сражение одно из самых массовых во время Великой Отечественной войны. Со сцены звучали стихи и песни. Ребята вспомнили героев того страшного времени и их заслуги перед Отечеством. 28 панфиловцев. Зоя Космедемьянская, Виктор Талалихин. Сегодня их имена и подвиги вспоминают на уроках истории. Передавать все, что вы сейчас слышите, все, что вы сейчас видите. Передавайте своим детям, передавайте своим внукам, правнукам. Несите это. В Развилковской школе ведется большая патриотическая работа. Существует своя ячейка детско-юношеского движения «Юнармия». В этот торжественный день ребятам вручили знамя и ключ от школьного штаба, где будет проходить подготовка ко всем тематическим мероприятиям. Я считаю, что это мероприятие является одним из самых важных, потому что то патриотическое воспитание, которое давали родители еще в советское время, должно передаваться и на нынешнее поколение, так как это преемственность поколения должна продолжаться. И я буду своим детям рассказывать о том же. Этот урок напомнил школьникам, как важно знать о мужестве и стойкости поколения победителей. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.